МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кстати, нужно отметить, что у нас есть партнер нашего родиного проекта программы «Урбан». Это система «Глобус». И мы рады, что есть такой партнер, потому что хорошо, когда все большее количество крупного бизнеса, местного бизнеса, привлекается к урбанистическим благоустроительным проектам города. Система «Глобус» активно участвует в таких проектах. Они и сами преображают территорию, которая находится рядом с их торговыми объектами, производственными объектами. И сейчас у нас в студии тоже представитель бизнеса, который несет серьезную социальную ответственность в части именно урбанистической нагрузки. Это компания «Железно» и ее представитель, генеральный директор Юрий Захаров. Юрий Анатольевич, добрый день. Да, добрый день. Чтобы нам перекинуть мостик от первого часа, мы поговорим о проекте, который входит в большую группу проектов под названием «Киров меняется». Мы сейчас зашли на сайт городской администрации, где, собственно, эти проекты сконцентрированы, и видим, что по Дендропарку, к сожалению, не выложены все материалы, которые с момента организации этой группы, а это был почти год назад, возникали и в СМИ, и у вас, как главного драйвера этого проекта и исполнителя даже этого проекта. Поэтому мы попросим городскую администрацию все материалы, которые к этому моменту уже собраны, разместить для общего доступа, чтобы горожане знали, что в одном месте они сконцентрированы. И надеемся, что в течение ближайшей недели все они там появятся. Еще раз, сайт городской администрации, плашка сверху Киров меняется. Там есть проект «Дендропарк. Новая жизнь». И уж точно есть про этому проекту, что размещать на этом сайте. Потому что совсем недавно, на прошлой неделе, состоялась пресс-конференция, которую вы лично, Юрий Анатольевич, вели, и вы рассказывали о том, в каком сейчас режиме, на какие средства, какие именно объекты будут возводиться в лесистой части дендропарка, которая не является, еще раз напоминаю, не несет никакой научной нагрузки, дендрологической нагрузки. Это такие заросли леса, о которых мы говорили, ближе к границе самого дендропарка. Об этой части парка мы говорили уже года три, как активно пробивали тему того, что необходимы людям благоустроенные прогулочные зоны, беговые дорожки, велосипедные лыжные трассы и, самое главное, освещение. Потому что в условиях нашего северного города, где уже сейчас после шести часов вечера не погуляешь в парках, особенно загородных парках, потому что элементарно нет освещения, таким образом абсолютно мы лишаемся возможности вечерних прогулок, потому что все, работа закончилась, школа закончилась, не выйдешь никуда, не выйдешь никуда. Вот с этой, собственно, целью мы рассматривали дендропарк. Потому что две только локации таких в городе, напоминаю, это Порошино, лесная такая часть Порошино и дендропарк. В Порошино, к сожалению, пока что почему-то никто не занимается этим. Я просто с грустью наблюдаю, что творится. Там даже не то, что там не занимаются развитием, мне кажется, там все в противоположную сторону движется. Ну вот я с грустью наблюдаю, что делается в Порошино, потому что, с одной стороны, там, конечно, развивается вот эта вот конюшня, там, не знаю, там козы и так далее. А ты утром на пробежке бежишь и смотришь, что все, что там вечером с пикников осталось, все так и лежит просто, понимаешь? А еще когда сейчас стали убирать завалы деревьев, которые после урагана там свалились, вот эта техника, она раскорячила достаточно серьезные участки прогулочных трасс. И тоже никто не занимается тем, чтобы убрать все вот эти буераки и колею, которая там натоптана. Я вот прям уже не первый раз обращаюсь через эфир и прошу обратить внимание городские власти и правительство на то, чтобы эта трасса, она после всех работ, которые будут завершены, они уже подходят к концу, была приведена в порядок, и люди могли спокойно ходить. Потому что там уже не проезжие для колясок, для мам с маленькими детьми и для пожилых людей, вот эти зоны, особенно по 5-километровой трассе, они возникли. Там, конечно, нужно все за собой убрать и укатать эту трассу так, чтобы это выглядело хорошо. Ну, сейчас поговорим о Дендропарке. Юрий Анатольевич, с одной стороны, я вас поздравляю, нас поздравляю с тем, что все-таки удалось решить все необходимые бюрократические вопросы, законодательные вопросы. С другой стороны, понимаю, какой серьезный объем работ предстоит делать и какие серьезные средства вы теперь будете вкладывать в это. Расскажите, пожалуйста, что запланировано? Ну, вы большую часть, конечно, уже анонсировали. Действительно, проекту три года. Три года назад мы объявили, что мы готовы потратить миллион рублей на благоустройство Дендропарка. Тогда идея была основная – это сделать освещение лыжной трассы, потому что, когда мы зашли на объект, мы познакомились с людьми, кто занимается развитием лыжного спорта в Ново-Вятске. И там очень активные детские секции тренировались регулярно. Поэтому мы с ними договорились, что мы попробуем это сделать. То есть сделать так, чтобы Дендропарк остался спортивной базой для развития лыжного спорта в городе Кирове. Тогда это было анонсировано. Мы подготовили свои предложения. Может быть, они пока были сформулированы не совсем детально. И вместе с «Эхо Москвы» мы целый год в эфирах обсуждали принципы развития Дендропарка, провели большое голосование. На сайте «Эхо Москвы» это проходило, и на сайте компании «Железно» там голоса собирались. Мы собрали мнение горожан о том, как они хотят видеть благоустройство Дендропарка. И ровно в рамках этих пожеланий на путстве мы в итоге сделали проект благоустройства, который достаточно долго у нас ходил по кабинетам. Но прежде всего согласовывался, и выверяли все возможные технические особенности проведения этих работ. Потому что вся территория Дендропарка является памятником природы и является охранным местом. После последнего визита городской и областной власти, первых лиц в сам Дендропарк, этот вопрос сдвинулся с мертвой точки. Это было в декабре прошлого года. Это было в декабре прошлого года. Ну и при обсуждении этой модели власти сделали пожелание, от которого уже нам было сложно отказаться. Чтобы сделать не только лыжную трассу, но и сведущую пешеходную трассу. Потому что и соедините два входа в Дендропарк, чтобы с двух сторон можно было в Дендропарк попасть. И прежде всего это связано с небольшим количеством парковочных мест, которые есть при въезде. Поэтому мы сделали две входных зоны. То есть одна старая, традиционная, назовем это центральная, и вторая зона входа в Дендропарк со стороны нашего проекта «Елки-парк». Там будет большая парковка асфальтированная, куда можно поставить машину и зайти, попасть как на лыжную трассу, так и на пешеходную трассу. Что касается самих работ, которые там будут проводиться, основная затратная часть – это, конечно, освещение. То есть у нас спланировано более 110, по-моему, 119, если не ошибаюсь, мачт освещения, которые будут поставлены на этих трассах. Суммарное количество освещенных трасс порядка трех километров. Примерно 1600 метров – это лыжная трасса, и 1400 метров – это пешеходная трасса. Мы их освещаем, выравниваем, где надо, соответственно, укрепляем через насыпку песка и финализируем уплотненной щепой. Для того, чтобы в любую погоду, даже во время дождя, человек мог достаточно, сохранив свою обувь в порядке, пройти по территории Дендропарка. Затраты возросли? Затраты возросли. Да, весь проект сейчас весит порядка 5 миллионов 700 тысяч рублей. Напомню, что в прошлом году одновременно с визитом первых лиц компания «Лукойл» тоже обозначила свое участие в проекте и выделила чуть менее миллиона рублей, которые сейчас тоже пошли в бюджет этого проекта. Оставшую сумму мы планируем закрыть либо своими силами, либо надеемся на помощь каких-то других инвесторов, людей, которые неравнодушны в развитии городской среды. Если такие появятся, мы будем очень рады. Ну, прежде всего, надо сказать, что нужно возобновить все-таки работу с компанией «Лукойл», потому что я знаю, что там сменился глава офиса и, возможно, на этой точке забуксовал какой-то переговорный процесс, потому что это крупная компания, которая имеет более 10 заправок, насколько я понимаю, и не знаю, даже в городе или в регионе, но в городе больше пяти точно этих заправок. И пока что мы не видим, что такие крупные компании, как «Лукойл» или, например, «Сбербанк», или «ВТБ» и так далее, как-то проявляли себя в этих проектах, хотя мы знаем, что прежде всего необходимо обращение. Когда обращаешься, процесс налаживается. Так что здесь, конечно, задача стоит, я думаю, так у первых лиц города и региона, возобновить этот процесс, потому что я вот говорила уже в этом эфире, Юрий Анатольевич, когда вот стало известно о вложениях, что, конечно, нельзя все заваливать на одного ответственного инвестора, необходимо, чтобы была консолидация сил для таких крупных и затратных проектов. Еще раз повторюсь, мы будем рады. В любом случае, мы взяли этот груз на свои плечи и понесем его до конца и сделаем все, что спланировано этим проектом. Да, вот, а в какие сроки вы это сделаете, мы об этом поговорим после короткого перерыва. Продолжаем разговор о проекте «Дендропарк. Новая жизнь» в рамках большого проекта «Киров меняется». И у нас в гостях Юрий Захаров, генеральный директор девелоперской компании «Железно». Мы теперь хотели бы понять, в какие сроки вы планируете обустроить пешеходную и лыжную зону в лесистой части «Дендропарка». Про освещение понятно, классно, понятно, куда можно будет ездить и вечернее время для того, чтобы можно было гулять. Понятные финансовые затраты, которые запланированы. Я так понимаю, что и сроки тоже от финансов будут зависеть, но все равно в обсуждаемом проекте наверняка уже какие-то приблизительные сроки установлены. Более того, они очень сжатые. Наша задача выполнить основные работы до 15 октября. этого года. То есть, вот две недели буквально осталось. Да. Юридическая схема этой большой операции по благоустройству «Дендропарка» следующая. Так как парк находится в собственности лесопромышленного колледжа, не в собственности, а переданному в аренду и находится под его патронажем сейчас, соответственно, все средства благотворительные мы направляем на счет лесопромышленного колледжа. лесопромышленный колледж в рамках своих процедур проводит контрактацию, закупку материалов и выбор подрядчиков. Мы, безусловно, им помогаем в этом. И сейчас уже первые подрядчики находятся на территории, уже выполняют первые подряды. Поэтому, если все пойдет правильно, то мы должны справиться в достаточно короткие, сжатые сроки. Юрий Анатольевич, а вопрос тогда еще стоял, сейчас общая же тенденция, если мы говорим про освещение, чтобы провода не висели в воздухе между деревьев, как вы этот вопрос решили? У нас подземная прокладка трассы электроснабжения для задачи освещения, то есть никаких проводов там в самом Дендропарке висеть не будет. К октябрю, к концу октября месяца планируется, что будет уже и парковка, и трассы, и освещение, или какая-то часть? Да, с нашей стороны парковка должна быть завершена, освещение должно быть смонтировано и должно быть подключено к системе освещения города Кирова. Единственное, что мы еще, наверное, не детализировали режимы, которые мы установим на освещение этой трассы. Очень хочется надеяться, что они будут каким-то образом совпадать с возможным нахождением в Дендропарке либо спортсменов, либо пешеходов. Чтобы регулировалось. Да, чтобы регулировалось. Самое простое это поставить таймеры либо по времени, либо по освещенности и времени. То есть, когда только освещенность падает, чтобы они включались и, соответственно, выключались, например, в 10 часов вечера. А на чей баланс эта линия электропередач упадет? Колледжи? На сегодняшний момент, да. С учетом того, что заказчик лесопромышленный колледж будет на балансе лесопромышленного колледжа, я не знаю, как дальше там они планируют с ней поступить. Один из вариантов отказаться в пользу города, передать это все на баланс города. Город, надо сказать, давно запрашивает передать дентропарк на свой баланс. Я знаю, что очень активная позиция именно Нововятская и горожан, и администрация Нововятского района, они очень заинтересованы в развитии этой зоны и всегда говорили о том, что готовы, готовы взять на баланс дентропарк. Но тут, опять же, мы вспоминаем, что это региональный объект. Так как вот этот разговор идет по поводу передачи города, Илья Шульгин сейчас активно радует за то, чтобы сменить все желтые фонари на белые. Я не буду называть их, что там светодиодное, а что какое, боюсь перепутать. А в дентропарке какие лампы будут использоваться? Слушайте, вы меня заставили врасплох, я не знаю. То есть они точно будут светодиодные, а спектр светового излучения, я не знаю. Там есть какие-то поэкономнее, а какие-то чуть порастратнее. То есть как-то так. Я уточню, в следующий раз точно вам скажу, какие лампы мы будем там ставить. А мы же с тобой запланировали, Даша, большой эфир по освещению городскому, как раз, потому что и в городе собираются менять, и тенденции сейчас меняются очень серьезно, города глобально абсолютно меняют эти лампы. Вместе с проектом «Чистое небо», речь идет о проводах, сделаем отдельный урбан, и там как раз эту информацию по дентропарку тоже мы выдадим нашим слушателям. Давайте перейдем ко второму объекту, который мы сегодня уже анонсировали. Это терраспорт. Многострадальный, я бы так сказала, объект. Это терраспорт. Бомбу сбросили, грубо говоря, на прошлой неделе же это было, да, анонсировано? Да, на прошлой неделе. Да, пресс-конференция. Надо сказать, что вплоть до пресс-конференции было непонятно, что с терраспортом. Даже здесь, в этой студии, даже первые лица города и региона не говорили, что будет с объектом, только говорили, что в процессе переговоров на самом деле сейчас этот объект, его судьба. И тут мы получаем такую информацию. Это, правда, было неожиданным. Я не знаю, если вы интрибуты одержали до конца, то у вас получилось. Напомню нашим слушателям, что этот недострой находился долгие годы на территории парка, прилегающего к Дворцу пионеров «Мемориал». Именно его строительство вызвало в свое время большое возмущение горожан. Именно оно спровоцировало объединение активистов в группу. Именно оно получается, что, по счастью, запустило процесс преобразования этой территории, который вот прямо на глазах происходит. Практически каждый месяц появляется какой-то новый объект по благоустройству этого парка. И тут терраспорт. И тут вы говорите, что вы будете этот объект, я даже не могу сказать, что достраивать, потому что там ничего нет. Каркас металлический. Да. Давайте мы сначала расскажем горожанам, что конкретно там будет, а потом вы расскажете, собственно говоря, как так получилось, что железно этим занимается. Давайте, может быть, немножко издалека. Мы понимаем, что когда застройщик какой-то берется за объект, там сразу почему-то возникают вопросы, связанные с тем, что сейчас торговый центр построят очередной, либо снесут и построят жилье. Мы этот же путь проходили по Дендропарку, нам тоже никто не верил на старте, что в Дендропарке мы хотим сделать освещенные трассы, а все хотели подать информацию так, что вот железно захватывает Дендропарк для жилищного строительства. Вот поэтому хочу рассказать, с чего все начиналось. Мы имеем свою долгосрочную стратегию и миссию компании. Миссия компании называется у нас «Строим для счастья». И развивая наши проекты, мы видим, что есть определенная инфраструктура, которая активно востребована в теории, но очень редко застройщики ее включают в состав своих проектов. Это спортивная инфраструктура. И мы понимаем, что быть счастливым человеком можно только, находясь в здоровом состоянии и имея возможность вести здоровый образ жизни. Поэтому мы долго думали и решились сделать отдельное направление внутри нашей компании. Это фитнес. Вот. И проект, например, на Калинина предварительно у нас там был спроектирован большой фитнес-зал порядка тысячи квадратных метров. И в рамках этой работы мы начали анализировать территорию близлежащую. Например, на Калинина это у вас жилое строительство? жилое строительство. И с противоположной стороны получается терраспорт. Где вы запроектировали фитнес-зал еще? Да, да. Предварительно на первом этаже должен быть размещаться фитнес-зал. Это находится в непосредственной близости с парком пионеров. И мы начали анализировать окружение, есть ли там какая-то конкурентная среда. И, конечно, мы сразу же выявили этот проект терраспорт, потому что он очень масштабный. И в случае, если бы мы одновременно с этим проектом открыли два фитнес-зала, то понятно, что большой всегда поглощает малый. И для нас это было угрозой. И мы решили обратиться к собственникам этого недостроя с вопросом, есть ли у них планы по развитию. Потому что проект уже более трех лет находится в замороженном состоянии, там никаких работ не ведутся. Площадка охраняется за забором, выглядит достаточно неопрятно, как со стороны улицы, так и внутри, в общем-то, ничего там некрасивого, там не любопытного нет. Просто действительно оста в здании. Нам дали первичный ответ, что они готовы продать это все. Но лобовая цена, которая там была предложена, нас, конечно, не устроила. Ну и мы очень медленно шли к той сумме, которую мы для себя готовы были заплатить. Мы тогда приняли решение, что мы готовы будем его достроить, для того, чтобы рядом просто не появился банальный конкурент, который помешает развитию наших идей в этой локации. Ну и буквально месяц назад мы дошли до принципиального решения. Мы уточнили у городадминистрации возможность забрать этот проект в достройку. Нам поставили условия, которые мы подтвердили, что мы будем соблюдать. Основное направление это фитнес, безусловно. И буквально неделю назад мы подписали договор и сейчас он находится на регистрации. Так как информация утекла и начались опять слухи, домыслы, нам пришлось собрать пресс-конференцию и объявить о том, что мы там хотим сделать. А можно еще юридически небольшой момент? Вы, получается, выкупили здание у собственника, а земля в аренде? Я не помню этот момент. Земля там областная, она передана в аренду группе Коперник, поэтому сейчас мы купили недострой, мы не захотели покупать компанию, потому что это всегда очень большие риски выкупать долю в компании, там непонятно, что потом прилетит, неожиданно. Поэтому мы купили недострой и будем с областной администрацией решать вопрос по перезаключению договора аренды. Потому что я, насколько помню, у них там были какие-то условия, до какого срока это нужно достроить, чтобы это все оставалось в аренде. Да, разрешение на строительство это самый сложный сейчас для нас вопрос, потому что мы должны закончить этот объект строительством в мае следующего года. У нас совсем мало времени, с учетом того, что нам надо все равно выполнить какие-то проектные работы и согласовать решения, в том числе пройти экспертизу. то есть у нас времени очень мало. Но правительство Кировской области и администрация города Кирова неоднократно заявляла, что они заинтересованы в том, чтобы этот недострой по факту металлический остов, который там уродовал территорию и будоражил мысли горожан, чтобы он превратился в общедоступное полезное место, такое общественное пространство, удобное для всех абсолютно, не только, которое несет коммерческую нагрузку, но еще и социальную нагрузку, потому что я помню, что тогда ставились условия городом, что там должны быть социальные группы, то есть возможность занятия детей, например, каким-то спортом, посещение бассейнов и прочее. Вот эту нагрузку социальную вам тоже вменили? Или вы только строите, а управление этим объектом будет в другие руки передано? Нет, мы планируем проектом управлять. Ну, я не знаю, то, что нам сказали во время переговоров, что действительно была идея, что проект будет коммерческий частично, а частично будет окупаться за счет бюджетных средств, что якобы была договоренность с предыдущим главой области, что туда будут ходить школьники и бюджет за это будет платить. В нашей истории мы на это не рассчитываем. Это по желанию, то есть мы будем не против, если за счет бюджетных источников детки будут заниматься спортом в этом здании, вопросов нет, но все-таки мы должны рассчитывать на свои силы, рассчитывать на то, что мы просто будем эксплуатируя этот проект, окупать его за счет средств наших клиентов. В теории готовы вы на каких-то льготных условиях области предоставить человека часы, не знаю, как это правильно, то есть для детей? Да, конечно, без проблем. Но надо напомнить еще раз, когда здесь были в программе Урбан на прошлой неделе Васильев, губернатор Кировской области и Шульгин, сити-менеджер, они говорили, что задачей города является предоставить возможность жителям каждого района города пользоваться услугами фитнес-центров и бассейнов, которых катастрофически не хватает в городе, особенно современного формата. Поэтому, конечно, все бюджетные группы, которые могли бы быть, а мы знаем, что Быстрица битком забита, Олимпийский битком забит, точно так же, как и Ледовые наши дворцы, просто не попасть туда действительно, это уже задача городских и областных властей, а в частности департаментов и Министерства социального развития и образования, правильно выстроить свой бюджет, распределить вот эти средства по группам, тут уже вряд ли компания железная или кто там будет управлять, неважно, уже дальше этими центрами. Это важно, чтобы власти правильно спроектировали свои бюджеты, понимали бы потребности и предоставляли бы, выделяли бы средства вот как раз на дополнительное образование. Прервемся на полторы минуты и в подробностях расскажем, что же там будет в этом объекте. Продолжаем разговор с Юрием Захаровым, генеральным директором девелоперской компании «Железно» в рамках программы «Урбан». И сейчас мы хотели бы представить себе, что могут, чем могут воспользоваться горожане, когда большой спортивный комплекс «Терроспорт» будет построен. Сроки действительно достаточно сжатые. С одной стороны, еще раз-то, снова нагрузка на компанию, которая будет строить это, а с другой стороны, это так классно, когда появится вот уже во возримом совершенно будущем, не через три, не через пять, не через десять лет, а буквально уже в следующем году большой благоустроенный, полезный для горожан такой вот спортивный комплекс. Итак, я знаю, что еще в стадии допроектирования находится проект, но все-таки какие идеи вы в него закладываете? Ну, основная концептуальная идея, это, конечно, это центр для семьи, то есть семейный центр, где люди могут и с удовольствием, и с пользой для здоровья провести достаточно много времени, чтобы досуг был разнообразный и интересный. это первое. Вторая часть концепции, что он должен быть общедоступным, что стоимость посещения там не будет принципиально выше среднего городского тарифа, при этом за эти деньги люди получат гораздо больше, чем они получат в обычном рядовом там фитнес-центре. Это тоже факт, это ключевая часть нашей концепции. Вот. В самом здании с высокой вероятностью, опять же, если мы пройдем всю экспертизу, появится не один бассейн. Вот. Их будет, возможно, несколько. Чем вызвана такая потребность или почему возникла такая идея, что несколько бассейнов и не один? Она очень новая для Кирова. Ну, не все в бассейнах плавают. Многие в бассейнах, как они говорят, купаются. И прыгают, например, с доски. Это я так делаю. Бомбочкой. Понимаете, та же самая история, что в Порошино, когда на одной трассе пешеходы гуляют и лыжники бегут. И лошади еще. Еще и лошади на санях. Вот. Это друг другу мешает очень сильно. То есть, здесь примерно та же самая история. То есть, те, кто хотят купаться, пусть купаются. А те, кто хотят плавать, пусть плавают. Это разные немножко как бы задачи, да, и реализовываться они должны даже в разных бассейнах, потому что температура в этих бассейнах должна быть тоже разная. Верно. Особенно, если мы говорим про детей. Это просто наш опыт. Я очень боюсь людей, вот этих, которые бетерфлаем на тебя плывут. Я понимаю, что, скорее всего, мешаюсь ты им я. Вот чуть попозже, когда твои малыши подрастут, ты пойдешь с ними во взрослый бассейн, например, и если ты будешь плавать, поддерживая свою форму, тебе необходима пониженная температура, потому что ты быстро согреваешься, тебе нужно плыть. В этот момент твои дети через 10 минут, дай бог, если они вообще в воду зайдут, через 10 минут заверещать, что не замерзли, мамам пойдем в душ, домой. Это постоянная проблема, и никто не удовлетворен, получается. Но, опять же, для того, чтобы кто-то не замерз, то есть там будет еще сделана зона, связанная с саунами, банями. Вот это такой краткий анонс. Наверное, больше деталей я пока сказать не могу. Я вот к вам приехал с большого совещания, где мы обсуждали все концептуальные решения, которые мы будем применять. Мы пока даже не понимаем, на каком этаже мы будем размещать раздевалку. То есть эти движения сейчас прорабатываются, различные варианты компоновки, планировки. Поэтому, наверное, мы сможем об этом объявить официально и презентовать эту концепцию, после того, как мы пройдем экспертизу и получим повторное разрешение на строительство уже на достройку в том формате, который мы себе сейчас задали. А средний городской тариф это сколько? Ну, хотя бы вилка там от и до? Если мы говорим про фитнес, во-первых, в здании, возможно, появятся две зоны. То есть зона чистого фитнеса, зона для отдыха, такого более развлекательного формата. Поэтому фитнес мы в модели закладываем в ценник порядка двух тысяч рублей в месяц стоимость абонемента. И с этим абонементом какие, например, зоны может человек посещать? Ну, мы сейчас говорим о фитнесе. Классический фитнес у нас располагается на втором этаже здания. Это два помещения примерно по 650 квадратов и второй свет над бассейном. Значит, в этой части у нас будет большой тренажерный зал, который займет площадь около 800 метров. Предварительная у нас концепция есть, расставлено уже оборудование. Здесь мы достаточно далеко уже ушли, потому что нас сопровождает московская консалтинговая компания, которая занимается разработкой фитнес-клубов по всей стране. То есть, это люди, которые работали в ворд-классе, в планете фитнеса, делали концепцию, например, в Вежевске фитнес-клубы Платформа, самая успешная сетевая компания по фитнесу, тоже делалась этой консалтинговой компанией. То есть, они понимают и возможности московского рынка и регионального рынка и с учетом этих особенностей подбирают идеально и состав оборудования, и компоновку этого оборудования внутри помещения. Будет три зала для групповых занятий, один из которых это зал сайклинга, так называемый, это велотренажеры. Очень интересный и такой качественный формат спорта, именно такого кардио-спорта. Ну да, вот сейчас начались дожди и ты понимаешь, что у тебя уже никакой лес не прикроет и никуда ты не побежишь ни утром, ни днем, ни вечером. Нужно перемещаться в залы и у нас практически с сентября по май это действительно занятие в залах, если говорить о фитнесе, об интенсивной работе. Будут ли, планируются ли какие-то территории, где вот как раз можно играть, например, в сквош, волейбол, баскетбол, какие-то такие вещи? Ну пока мы таких территорий там не предусматривали, просто потому, что есть некая ограниченность помещения самого. Бассейн занимает очень много места, очень много места занимает раздевалки для того, чтобы обеспечить нормальную логистику внутри помещений, поэтому залов для каких-то игровых видов спорта там не предусмотрено. Понятно. А по бассейну тоже, это вот по фитнесу стоимость, а по бассейну? Мы пока модели до конца не рассчитали, поэтому, наверное, сейчас не скажу. Но в любом случае, еще раз говорю, концепция понятная, то есть любой житель города Кирова, трудоспособный, получающий зарплату, то есть может себе это позволить, это факт. Каких-то заградительных цен или эксклюзивных там помещений, которые там доступны только ограниченному кругу лиц, такого там не планируется. То есть это все-таки такой городской формат для всех. Вы говорили, что Вы планируете и управлять этим большим фитнес-центром. Это значит, что необходимо будет создавать команду менеджмента, создавать команду, которая будет обслуживать эту большую территорию. К обслуживанию всегда есть претензии. Мы обсуждали эту тему здесь, кстати, неоднократно, потому что вот недавно совсем на форуме «Так держать» была большая сессия по сервису. Большая сессия по сервису. И встал вообще вопрос, есть сервис в Кирове, нет сервисов в Кирове. Это, мне кажется, судя по социальным сетям, это была самая популярная тема с этого форума. Совершенно верно. То есть новые подходы к управлению такими большими центрами, на мой взгляд, они необходимы прямо сейчас. Потому что, к сожалению, это мой личный опыт. Я вижу, что у нас советская система управления большими спортивными, неважно, бассейнами, ледовыми аренами или даже фитнес-центрами, она прям присутствует везде. Я это ощущаю на себе. Вот рассказывала в перерыве, вспоминаю 20-летней давности свой опыт в Канаде. И прошло 20 лет, а у нас ничего не изменилось. Здесь подходы, конечно, тоже нужно будет, наверное, внедрять новые. Как вы считаете? Ну, абсолютно безусловно, да. Конечно, строить 21 веке, оглядываясь там на светское прошлое, никто не хочет, и это как бы, ну, безумие. Поэтому мы будем брать лучшие мировые практики. В общем, то, что у нас получается делать в жилищном домостроении, привозя в город Киров новые технологии, концепции, мы то же самое будем делать и в теме фитнеса. Исходя из этого, как раз же мы и будем заниматься этим самостоятельно с точки зрения управления, потому что, как мы видим и в жилищном строительстве, если бы у нас не было собственной управляющей компании, то, наверное, множество тех идей мы бы растеряли на этапе управления. А у вас, кстати, есть сейчас мусорный коллапс в ваших микрорайонах? У нас никогда не было мусорного коллапса. Как там у вас площадка? Мы, наверное, делаем экономически неправильно, но для людей правильно. То есть у нас на этапе заезда людей в свои квартиры у нас еще сохраняются строительные, так называемые, мульды для сбора крупногабаритного мусора строительного, там, 8-кубового. Поэтому люди могут спокойно там делать ремонт и выбрасывать достаточно габаритный мусор. Поэтому И здесь тоже будут подходы? Вы решаете, что нужно самим управлять? Ну, вот как Джон Шогол нам вещал целый день с точки зрения сервиса, конечно, это будет основой концепции, сервисной концепции этого центра. Ну да, вот мы сейчас кто-нибудь не был на форуме так держать, надо все-таки отсылку сделать. Это полезное было очень мероприятие, кстати говоря, тоже с вашей подачей, не только с вашей, но в том числе с вашей произведенной. Это три дня был такой большой форум, не только для бизнеса, для многих очень, там, людей, которые занимаются управлением, в том числе, различными организациями, и начиная от парикмахерских и маникюрных салонов, заканчивая крупными девелоперскими компаниями и ритейлом. И сервис, это была действительно очень популярная такая тема. При этом я бы, когда я слушала Джона Шоу, на который вы ссылаетесь, я бы сказала, что Америка давным-давно уже вот в этой среде, и, конечно, мы читаем эти книги уже многие десятилетия, но мы видим, какие крупицы только этих принципов еле-еле внедряются в Российской Федерации. А запрос у людей, он уже есть, он уже есть, у наших мам и пап, и бабушек, и дедушек, и то они рассуждают на эту тему. Ну, то есть получается, что с одной стороны все хотят, чтобы к ним все были максимально вежливы, но работая в этой системе, вежливым быть никто не хочет. Вот какой-то диссонанс получается. Или не умеет. Чтобы не хочет, мне кажется, на порой даже не умеет. Вот, кстати говоря, мы никогда в программе Урбан за эти три года, я не припомню, что мы делали, коллеги меня поправить, потому что вы в этом проекте давно, что мы делали специальную программу, где бы мы говорили о сервисе, как основе, в общем, одной из основ комфортной среды, комфортной городской среды. Столб пребывания людей в городской среде. Наверное, да. Потому что вот то, что вы делаете, Юрий Анатольевич, ваш подход к выстраиванию бизнеса со всех сторон, это прежде всего сервис. От этапа там на планирование даже строительства, то, что вы сейчас рассказали, что вы строите жилой дом, вы для своих жильцов планируете фитнес-центр, но вы смотрите на окружающую среду, вы понимаете, как она будет работать и идете дальше, дальше, чем коробка просто, которую вы будете продавать. Это тоже имеет отношение к сервису. Поэтому еще одна у нас с тобой задача, Даша, в программе «Урбан» на сервис обращать особое внимание. Благодарим нашего гостя Юрий Захаров, генеральный директор девелоперской компании «Железно». Был сегодня в программе «Урбан». Программа завершена. Дарита Пузлеева. Светлана Занькова. Всем хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин